Хочу пригласить на сцену совершенно юную, очаровательную барышню, Стефанью Харскую. Стефа. Вот, вот эти набрались. Тебе вот это? Ага. Значит, она на самом деле из оркестры ансамбля имени Локтева. Вот, да, 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 да. Она там первая флейта у них. Вот. И давным-давно мы дружим. Я дружу с оркестром, я дружу с ребятами, с главным дирижером Александром Сергеевичем Сафроновым и с многими-многими музыкантами оттуда. Они, можно сказать, у меня на глазах выросли. Они были совсем маленькие еще на первых репетициях, когда я приходил. А сейчас они уже вот такие все большие выросли. Вот. Девчонки такие красивые, просто очаровательные. Вот. И талантливые. И очень такие. Вот. Стефана такая очень суровая. Я бы сказал. Вот. Сейчас она исполнит одно произведение для флейты, сольное. Что, в общем, на самом деле, как выяснилось, не так часто встречается. Есть такой, ну, ты знаешь, наверное, скажешь про этого человека, который пишет для флейты произведения специально. Она, Стефа у нас один раз уже была на концерте в парке Фили, позапрошлом году. Тоже играла произведение одно. Ну, вот. Да, уже походить. Вот. А сейчас я очень рад, что она пришла на юбилейный наш сороковой колледж Джемс. Стефана Ехарская. Скажи про этого чувака, который пишет эти штуки, чтобы жизнь испортить, усложнить, сильно усложнить жизнь флейтистам. Да, есть такой британский композитор, Ян Кларк, очень любит выжимать из флейты максимум. То есть, ну, классической музыке, казалось бы, вот он звук. Но при этом можно сделать еще вот так вот. И сыграть таким образом двойные ноты. И, в общем, он крутит, вертит инструмент, как он хочет. И получаются вот такие вот произведения, которые я люблю играть, особенно для таких мероприятий в тему. Да, это Кен Кларк, называется Зун-Тюн. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.